Виртуозы Якутии вернулись с гастролей из Соединенных Штатов Америки. За 26 дней музыканты дали концерты в 17 городах Америки, проехав через 29 штатов. О том, как прошел гастрольный тур и что привезли с собой скрипачи, расскажет Иван Подойницин. В Государственном театре оперы и балета прошло в прямом и переносном смысле слова знаковое событие. Ветеранам войны и тыла республики Саха вручили памятные значки из пенсианы, штат Флорида. Скрипачи из Якутии стали проводниками между ветеранами двух союзных берегов Второй мировой войны. Я вот привел наших участников именно Великой Отечественной войны. Как это американцы говорят, у них Вторая мировая война, а у нас Великая Отечественная война. Мы отечество свое защищали. Это практически первый раз понимать, поскольку бывает такой именно от американцев, такой воздушный, такой мост. Не было вообще. Там наши руководители, там президенты, там, как говорится, общаются, общаются, но это политики общаются. Директор ансамбля Станислав Максимович Афанасенко рассказал нам, что это беспрецедентное историческое и миротворческое событие прошло по инициативе Клуба ветеранов Соединенных Штатов Америки. Это был день, они, национальный день ветеранов. Мы давали им концерт и привезли к ним значки, фронтовик, звезда и на фоне Родина-Мать, скульптура. И вот всем ветеранам перед концертом, после того, как мы исполнили американские и российские гимны, я раздавал всем ветеранам, 70 ветеранов на колясках, под ручку, эти значки. А в ответ они мне давали американские. Музыканты вернулись из очередного большого турне. За 26 дней виртуозы дали концерты в 17-х городах Америки, проехав через 29 штатов. Мы выступали от севера на юг и от востока на запад. Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами. Вот такие, ну не все, конечно, обязательно большие города. Главное, что у них везде шикарный зал. В следующем году ансамбль собирается с гастролями в Латинскую Америку, а потом в 2018-м снова под США. Между тем еще много планов и стран, в том числе и тур по республике. Иван Подойницин, Владимир Павлов, МВК Сака, Якутск.